Привет, друзья! Вы на канале Другая Испания с Еленой Вивас. Ну вот она на то и другая, наверное, Испания. Мы сейчас находимся в стране Басков, на улице Февраль. У нас уже начали цвести вот эти замечательные цветы. Издалека я подумала, что это магнолия. Ну вот какие-то у нее странные бутоны, поэтому, если честно, я не знаю, что это. Ну, не важно. Главное, что цветет, уже все красиво. И сегодня я вас хочу познакомить с деревней в стране Басков, в которой я живу. Деревня Андорибия. Это приграничная деревня. Если посмотреть вон туда вдалеке, мы видим река, как вдалеке 20 метров. Река, которая уже является границей между Испанией и Францией. И все, что вы видите, кораблики и домики на заднем плане, это уже Франция. Эти луки, они обычно цветут в мае месяце. Ну вот, зима в этом году очень теплая, поэтому расцвели уже, ну, видать, начали цвести в январе. Некоторые даже уже опали. Сейчас в феврале они продолжают свое цветение. Сейчас мы с вами поднялись в старый город. И прежде чем пойти посмотреть красоту архитектуры Андорибии, давайте сначала посмотрим на пейзажи, которые окружают этот небольшой городок. Как я уже говорила, на заднем плане, это мы видим Францию, городок Андай. Это начинаются горы Пиренеи. Сегодня очень красивая дымка такая в горах. И это уже домики старого города, в который мы сейчас с вами и пойдем. Время обеда, и вот люди потихонечку стекаются в бары. Сначала выпьют чего-нибудь, как здесь говорят, потом пойдут или в ресторан пообедать, или дома поедят. Сейчас мы поднялись в старый центр, исторический центр города Андорибия, и находимся на Оружейной площади. Это самая большая площадь в нашей деревне. Да-да, несмотря на то, что это деревня, здесь есть несколько площадей. И Оружейная площадь, она самая большая. Здесь устанавливается Рождественская елка. Здесь проходят различные празднества, самым большим из которых является это День Победы в осаде города. И этот День Победы состоялся в 1638 году. Ну и по сегодняшний день жители этого города на протяжении трех или четырех дней, несмотря на сколько хватает у них духа, отмечают этот День Победы. Здесь на этой площади находится очень красивая старая крепость. Посмотрите, вверху сколько осталось следов от пушечных ядер на стенах этой крепости. Как я уже говорила, Андорибия находится на границе. Вон вдалеке за водой видна Франция, поэтому эта крепость принимала на себя очень много ударов, когда французы хотели захватить Францию. Кроме того, здесь у нас очень много интересных домиков. Давайте посмотрим по кругу. Какая замечательная архитектура. Это домик уже простых гаража, меща с характерной маской, атлантической архитектурой. И сейчас мы с вами немножко прогуляемся по главной улице. В остальных испанских городах она бы называлась Калье-Майор. Поскольку мы с вами находимся в стране масков, то здесь называется Нагусия-Калье-Нагусия. И именно на этой улице и расположены дома городской знати. Все они были построены в основном в 17 и 18 веке. Идемте прогуляемся. Если во время прогулок по Андорибе немножко внимательнее посмотреть на балконы, то очень часто можно увидеть вот такие вот пучки лавра. Это очень характерно для страны масков, поскольку, согласно местным преданиям, когда раньше строили дома и заканчивали деревянную кладку, и прежде чем приступить монтировать крышу, вот крышу, видим, сверху, всегда закладывали веточки лавра на удачу. Если в доме вдруг происходило несчастье, то в таких случаях говорили «дом построенный без лавра». Поэтому сейчас жители, они же не всегда знают, положили в свое время пучок этого лавра или нет. Поэтому бывает, что закладывают, то есть подвешивают на балкончике. Еще очень интересная деталь на этом доме. Посмотрите, крыша такая, опалубка у него красивая. А за дверями этой старинной церкви городка Андорибе происходил первый этап свадьбы между королем Франции Людовиком XIV солнца и испанской инфантой Марией Терезой. Причем сам король Людовик XIV на этой свадьбе не присутствовал. Почему? И почему это был первый этап, об этом я вам расскажу на своих экскурсиях. Приезжайте. Сейчас мы с вами находимся еще на одной большой площади. Эта площадь у нас называется Площадь Гипуска по названию провинции, в которой находится городок Андорибе. И здесь уже больше на этой площади различные культурные мероприятия, выставки проходят. И много домиков с красивой архитектурой, баской атлантической архитектурой. И еще очень интересный элемент. Смотрите на эти вот структуры заборчиков, которые нам напоминают о том, что Андорибе на протяжении многих веков была городом-крепостью, поскольку они сделаны из пушечных стволов. Как и все прибрежные города средневековые, Андорибе тоже окружена средневековой городской стеной, за которой местные жители прятались во время набегов. Сначала это были викинги, потом сюда стали частенько в гости заглядывать французы, от которых и нужно было защищаться, ну, или прятаться. И сейчас как бы в городе сохранилась большая часть этой городской стены, вдоль которой можно прогуляться, посмотреть, и четверо городских ворот. Сейчас мы с вами находимся возле ворот Сан-Николас. Немножко прогулявшись по красивым улочкам городка, ну, или деревня, вообще-то правильнее, статус у Андорибе и деревня, мы попали в квартал рыбаков. Дело в том, что Андорибе, она изначально, как и большинство поселений на Атлантическом побережье, были основаны как рыболовецкий поселок, и местные жители на протяжении многих веков здесь охотились за китами. Интересен тот факт, что в городе Андорибе находится старейшее в мире сообщество ремесленников, действующее по сегодняшний день. В данном случае это братство рыбаков, которое было основано еще в самом начале XIV века, в 1322 году, для управления портом. И по сегодняшний день это братство рыбаков, вот на протяжении уже сколько получается, 700 лет, управляет портом городка Андорибе. Это одно из таких самых символических мест в городе Андорибе. Вот в этой арке на втором этаже находится архив братства рыбаков, где за все эти 700 лет собраны документы. И к нему прилегает ресторан, который так и называется Братство рыбаков. И все самые большие значимые праздники в нашем городке отмечаются в этом ресторанчике. И сейчас мы с вами находимся на главной улице квартала рыбаков. Это улица Сан-Педро, которая знаменита своими домиками рыбаков. Вот если вы сейчас прислушаетесь, вы слышите, у меня за спиной в клетке поют щеглы. Это очень характерно для Андорибе. И это улочка, где расположено множество баров с вкусными пинчас. И сюда на выходные приезжают жители из соседних французских деревень, из Сан-Себастьяна, да даже из России приезжают именно для того, чтобы пройтись по барам на улице Сан-Педро. И местные жители здесь также собираются вместе, то есть назначают себе встречи только на улице Сан-Педро. При этом даже не обязательно называть какой-то бар, поскольку улочка достаточно маленькая, друг друга себя увидят и встретятся, и прекрасно проведут время. Ну, а по субботам на этой улочке проходят фермерские ярмарки. Сзади меня стоит очередь большая. Видите, толпа людей, в основном французы, которые, наевшись в Андорибе, теперь ждут кораблик, чтобы вернуться к себе домой во Францию. Всего за 2 евро и за 5 минут можно на речном трамвайчике пересечь реку Андорибе и очутиться во Франции. Сегодня это, конечно, мирная граница. Здесь нет ни пограничников, ни постов, а еще совсем недавно это была охраняемая граница, через которую контрабандисты привозили муку, сахар, табак. А во времена диктатуры Франка люди даже в плавь отсюда переправлялись во Францию, чтобы найти там себе более спокойную жизнь. Для некоторых состоятельных жителей Испании и ближайших регионов Франции Андорибе является таким небольшим дачным поселком, поэтому здесь есть и зона частного сектора с традиционными базскими домиками. Прогулявшись на обед по улице Сан-Педро, наевшись вкусных пинчасов, огромных баских чулитонов говяжьих, дальше люди идут прогуляться по нашей красивой набережной. Прогулявшись немножко по Андорибе, не грех себе устроить небольшой пикничок в очень красивом месте. Вот по дороге уже здесь успела купить чурасы, который я буду шмакать, вот этот вот шоколад. И любоваться красивым закатом в спортивном порту Андорибе. Что из рыбных деликатесов обязательно нужно попробовать в Андорибе? Ну, это во многом зависит от того, в какое время года вы приехали, потому что сезон на рыбу, он ограничен определенными месяцами. Сейчас вот у нас зима. Прежде всего, конечно, это наша любимая бисуга. Из морских деликатесов сейчас идут каракатицы, сейчас сезон каракатицы, ее здесь принято готовить в собственных чернилах. В марте месяце, в принципе, уже сейчас понемножку есть, идут различные виды скумбриевых. Это у нас там в России скумбрия, есть скумбрия в Испании, там около 10 разновидностей, все разные названия, ценники там от 2 до 15 евро за килограмм. То есть абсолютно разная рыба. И, конечно же, самые главные, то, что здесь вылавляется в промышленных масштабах, это вот с марта месяца у нас пойдет анчоус, который сначала жарят и солят для, на сегодняшний день, да, для потребления. А тот улов, который пойдет в мае месяце, это уже будут делать знаменитые соленые анчоусы, которые солят около 9-10 месяцев, только после этого их консервируют и дальше распространяют по всему миру. Летом основной сезон идет рыба, это белый тунец, очень вкусная такая рыбка, правда сухая, и из нее делают определенные виды блюд. Самым популярным является это маргетака, это такое блюдо моряков на моем сайте, thespain.com, вы можете найти рецепт этого блюда, в принципе, как много рецептов, у меня есть там из анчоусов. Вот, конечно же, персебосы, мидии, одним из таких местных баских деликатесов является это подбородки, если так можно выразиться, от мерлусы и трески, которые я вам рекомендую попробовать и которые в меню вы найдете, как хочешь. Конечно же, треска, и причем в каждом уголке страны басков есть свои рецепты трески, где-то их готовят с соусом из оливкового масла и чеснока, это называется Бакалам Альбельпиль, это вот больше наша здесь зона, зона Сан-Себастьяна, Анна-Риби, а в зоне Бельбао их готовят с томатным соусом. Ну и много-много чего здесь еще есть, о чем я вам обязательно расскажу, когда вы приедете в мои гастрономические туры по стране басков и по северу Испании с Елена Вивас. Приезжайте, жду вас. Такой у нас сегодня потрясающе красивый розовый закат, даже океан розовый. Кораблик какой-то возвращается с прогулки. На заднем плане, на розовом фоне, возвышается гора Ларун, по ее склонам пасутся дикие лошади, и можно вот совершить туда тоже экскурсию, посмотреть на дикую природу, которая сохранилась в самом центре Европы. Посмотрите, какие розовые облака отсвечивают красиво в воде. Очень много людей сегодня гуляет. Это вот у нас такие фонари подсвечивают прогулочную набережную. очень красивый закат, такой спокойный. И здесь в бухте тоже пляж, наш городской пляж Андорибийский. На заднем плане тоже, видите, как красиво розовым отсвечивает. Немножко прогулявшись еще дальше за спортивный порт, вот мы прошли мимо пляжа, в Андорибий, огромный прекрасный пляж. Сюда даже приезжают жители Сан-Себастьяна летом, чтобы позагорать и принять водные процедуры. Сейчас мы пришли еще на одну прогулочную зону, где я очень люблю встречать закаты. Они здесь такие потрясающе красивые. Если вам понравилось мое видео, там внизу подписывайтесь, вон-вон, да, там внизу колокольчики. Ставьте лайки и не забывайте поделиться со своими друзьями в соцсетях. Мне будет очень приятно и это меня будет стимулировать создавать для вас новые видеоролики. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok